всем привет мы запускаем новый проект под названием пора проснуться мы будем рассказывать об успешных молодых людях нашей республики которые смогли найти силы идти вперед и так мы начинаем нашим первым героем стал динар шагиев привет динар всем привет очень рада тебя видеть не случайно стал первым героем и так тоже такой динар шагиев динар шагиев молодой предприниматель владелец сети салонов оптики мастер зрения свой путь предпринимателю начал 2013 году в москве после первого курса решила не продолжать свое обучение и кардинально изменить свою жизнь именно знакомство с миллионером а язычу буддиновым и участие в проектах концентрат долины масштабирование побудили его встать на путь предпринимательского дела в 2018 году он стал финалистом конкурса молодой предприниматель россии в республике башкортостан так насколько же успешен динар шагиев всегда ли все получалось с первого раза через какие трудности пришлось пройти чтобы быть тем кем он сейчас является я не зря тебя пригласила первым героем потому что ты действительно тот человек которым я восхищаюсь на которого хочется равняться и равняется моя семья я хочу сегодня раскрыть тебя нашим зрителям показать что все возможно в этой жизни стоит только захотеть итак ты готов да это большая ответственность для меня когда люди надеются равняются и так ты динар что сподвигло тебя быть не таким как все когда наступил тот момент что ты сказал себе так нельзя жить все нужно что-то делать творить и менять свою жизнь таких моментов было очень много первым могу сказать что это после гимназии после 11 класса где-то учился учился в башкирской республиканской гимназии имени раме гарипа вот окончил 11 класс и был выбор так что нужно делать так как и его плохо знал как там по 60 по 65 баллов сказали бюджет никуда не попадаешь выбирай вуза был момент когда в жизнь взяла меня за шкирку об асфальт лицом и вот так вот где-то километр наверное прошли со мной ну просто были какие-то мечты типа я там сейчас поступлю в крутой университет и все остальное все будет там буду адвокатом каким-нибудь вот и один момент да вот это все рухнуло розовые очки там снял и было понятно что нужно что-то делать вот что ты делал дальше у меня всегда была мотивация от то есть я бежал откуда-то потому что я в гимназии это уфе учился после 7 класса приехал сюда и в уфе оставаться я не хотел потому что я думал что все город для меня маленький надо куда-то ехать плюс тому что еще девушка уехала москву я решил что я уеду москву родители родители сказали просто в москву уезжаешь все мы тебя обеспечивать не будем решай сам то есть останешься в уфе мы будем платить за учу за учебу в москве нет почему ты решил что деревня и тем более уфа вы стали маленьким я такой человеке человеке с детства хотел куда-то уехать меня вот это окружение вот было очень маленьким но я не скажу что это плохо но свое время я ненавидел эту деревню и ненавидел уфу когда вы еще я не знаю но это подростковый максимализм я думаю вот а сейчас я обожаю уфу обожаю деревню я приезжаю туда это наверное еще было такое меня воспитывали типа я самой младшей семье говорили вот динар ты остаешься тут деревня вот дом тебе остается скот твой и ты будешь там вот жить и тут и все остальное я сейчас представила дина как ты пасешь свой скот когда я в гимназию уезжал родители не хотели отпускать папа так и сказала если обратно держали потому что я самый младший они хотели у себя ну как бы рядом должен быть я еще маленькие жалели меня вот и как ты уговорил в гимназию поступил помог брат привез на экзамен я поступила после того как уже поступил мама узнала что это престижная гимназия все туда едут значит надо отпустить там папа сказал обратно вернешься там останешься тут деревня вот дальше в москву никто не хотел меня отпускать мама говорила давай оставайся в уфе ну я уехал потому что нам всегда кажется где-то там хорошо там где нас нет москву я приехал поступил на первый курс они оплатили первый мой учебный год вот дальше перестали куда-то поступил российский экономический университет имени плеханова на менеджмент я поступил тот момент у меня в голове все перевернулось потому что я думал сейчас буду рекламой заниматься там потому что менеджмент маркетинг и все остальное но то что я изучал в интернете там продвижение вконтакте тогда еще инстаграм даже не было вконтакте вот и там лендинги сайты я прихожу а мне рассказывают про там макроэкономику микроэкономику мне это не заходило я вообще сидел ничего не понимал и когда же произошел этот щелчок что ты понял я не на том пути и нужно менять то есть мне было 17 лет тогда в октябре исполнилось 18 начал работать меня не оформили я просто ночевые зарабатывал ночью днем учился и такие моменты я понимал что я не должен также я я вижу что я лишь так скажем винтик в этой системе рестораны и ты просто подаешь еду я не хотел так всю жизнь потом тогда была идея то есть дай-ка я там создам в уфе нету письма деда мороза это был далекий двенадцатый год когда я приехал обратно в декабре в уфу ты бросил обучение нет нет у нас есть я была в январе и просто на 15 не приехал брат мне дал 80 тысяч я в москве заказал вот эти значки и с этими сумками приехал думал сейчас будут письма деда мороза раздавать брали заявки там по 100 рублей думал так себе стоимость будет 35 рублей и там хоп я там 10 тысяч писем собрал там сразу богатым стал нет все эти деньги потеряли потратили на аренду в торговых центрах и людям я не окупился нет нет я все деньги потерял приехал обратно москву приехал ни с чем также продолжил жить у сестры и параллельно работал уже в сбербанке строился сбербанк у меня даже расскажи про этот период когда это был банковским работником и работал два через два по моему причем на двух работах еще нет нет тогда я только сбербанке работал я после армии работал два часа был женский коллектив я была самым там начал начало пути вот и зал там бабушки заходили тогда только карты выдавали зарплатные и мне нужно было бонусы спасибо туда смс оповещение то есть так скажем раскручивать на эти платные услуги вот нет с моими принципами это было параллельно то есть я не хочу то есть меня заставляли подключать вот эти услуги я понимаю что бабушек будет снимать там 100 150 рублей это шло в разрез я два месяца отработал но я съедал себя изнутри то есть приходил домой и задался вопрос ну не фигней ли я занимаюсь не тем дальше я приехала конец первого курса до конец первого курса я еще перешел на заочку вот взял академ приехал домой и брат узнал об этом пошли в военкомат надо было же на учет встать встал на учет и через три дня мне сказали в армию уезжай мы ждем тебя да да а что сказал брат когда ты не смог оправдать его надежды и потерял восемьдесят тысяч восемь тысяч он сказал вернешь когда-нибудь да вернул да вернул я был противником армии думал год год потеряют что там будут делать и все остальное но это была такая информация то есть окружение говорили что там должен делать и все остальное когда я вернулся вот мая да у меня был такой то есть я проб попробовал бизнес у меня не получилось так как у меня родители там держали магазин ларек маленький они говорили советы давали чипотинар мы тебе говорили не надо было это делать все деньги потерял надо было туда вложить сюда и нужно было куда-то сбежать то есть неудача за неудачей нормально не отучился нормально работы не нашел нормально там бизнес не смог открыть что-то сделать для меня это был удар и охота была от всех убежать и у меня еще был комплекс типа я худой все говорили вот у тебя плохо кушаешь там не кормят тебя у меня окружение было такое что вот мои друзья нездоровое окружение нет нет окружением были спортсмены то есть там мастер спорта по кураш там по борьбе и вот так вот я среди них ходил ну как бы я ничего не отличался но отличался тем что я ничего не занимаюсь именно спортивным и был такой комплексе поехал до и думаю сейчас подкачаюсь там за год и все остальное а не было такого что в этот период у тебя была депрессия была депрессия безответственной вообще не что ну всегда мы всегда я думал об этом то есть эти мысли были но просто нужно понимать что не нужно допускать это внутрь себя то есть если такие мысли появляются нужно что-то делать то есть мы по жизни отличники все мы такие думаем типа сейчас будет крутая идея будет настанет тот день понедельник и мы начнем не нужно пробовать тогда я когда попал в армию понял вообще как структура работает вот я сейчас это все в бизнесе применяют то есть должен быть жестко все прописано и понятно то есть никто не должен я в 9 не открою магазин да там полдесятого можно прийти то есть не должен быть такого нас там отбой отбой в 11 либо в 10 ты должен спать вот такие вот правила четкий распорядок помогать бизнесе да да и просто я ну я просто понял себя на что я способен я никогда не думал что я могу подтягиваться 25 раз в армии у меня это получилось я бегу по 10 километров то есть я понимал рядом со мной бегут те же здоровые парни но они задыхаются и я такой бегут уже налегке ну сам же я легкий там вещь мешком с автоматом я только думаю тут же не важно как ты выглядишь внутри дух твой должен быть стержень то есть ты не сдаешься не важно сколько ты весишь как ты выглядишь то есть главное не сдаваться вот сейчас если посмотреть на нашу современную молодежь давай возьмем район и городских чем они отличаются и что тебе не нравится современной молодежи что не нравится что не нравится и потом что мне если так смотрите в младежи мне в принципе все нравится я вот вижу как они двигаются не нравится тот момент которые сами себе ставит барьер то есть я родился деревни мой папа там пастух значит я тоже там мой папа тракториста, я тоже должен стать трактористом. То есть вот это мышление мешает, мне кажется. То есть узкое мышление, это какие-то границы? Да, должно быть. Но с другой стороны, из деревни выходят такие парни, которые как губка впитывают всю информацию, пытаются там пробовать, тут пробовать. То есть они более живчики. В принципе, неважно, где ты родился. Вообще абсолютно неважно. И в городах ожидаются люди, достигают такого хорошего уровня. Ты задавал себе вопрос, почему мы торопимся по жизни? И вот даже смотришь на молодежь, они не отрывают свой глаз от телефонов, следят за чужой жизнью в Инстаграме, следят за страницей Динары Шагиева, что он там разыгрывает. И им просто некогда подумать о своей жизни. Почему они не думают о своей жизни? Но что же, говорите, молодежь, взрослое поколение тоже редко задумывается. В чем причина? Я думаю, просто я за всех не могу сказать сейчас. Все-таки в Башкирии не хватает тех людей, которые были бы рядом. То есть за мной следят, потому что любой может подойти ко мне, попросить, сфоткаться, поздороваться, поговорить. И за чужой жизнью смотрят. Для некоторых это просто мотивация. То есть они посмотрели, они как будто побывали, куда-то съездили вместе со мной в Китай, я там ездил, снимал. Они как будто сами там побывали, и у них эта потребность отпадает. То есть, ну, зачем ей съездить? Вот вроде... Я увидел все через динар. Да, я вот посмотрел, такое ощущение, как будто я там побывал уже. Вот. Поэтому, я думаю, это тоже убивает немножко потенциал. Вернемся к 2013-м, до 2012-м годам, когда ты познакомился с Аязом. Мы все знают, кто такой Аяз Шабудзинов. Это молодой предприниматель, мало того, долларовый миллионер, насколько мы знаем. Обязательно посмотрите, кто этот человек. Это действительно человек, заслуживающий большого уважения, лидер среди молодежи, на который хочется равняться. Как ты с ним познакомился? Вот вообще, изначально я начал за ним следить в армии. То есть, я полгода служил, мне парень пока смотрел, а я что-то там делал. Он тогда еще хостел делал. Это какой год? Это 2013-й год. И в 2014-м году я уже вернулся из армии, и хотел с ним уже познакомиться. Но я жил в Вежевске, я был в Москве. После армии я был в Москве. Я работал на двух работах. В двух банках. В одном был коллектором, в другом был просто оператором по телефону. Динар был коллектором. Я был телефонным коллектором. Вот этого нигде нет. Динар был коллектором. Можешь чуть-чуть рассказать, каково быть коллектором, что ты чувствовал? Это тяжело, надо давить на людей. Это нужно учиться общаться по телефону. То есть, вот я могу сказать, что у нас были такие обучения, что я сидел и думал, блин, я по телефону не умею, оказывается, общаться. То есть, важно, как ты здороваешься, важно, что ты говоришь. Тогда еще не было вот этих вот онлайн. То есть, ты трубку берешь, там кто-то роботке говорит, нет, мы там общались, там фамилиями, отчества, когда оплатите и все остальное. То есть, если вы не оплатите, там банк придет, там это все. Хоть что тут полезное, ты взяла с этой работы? Полезное в том плане, что не нужно просрачивать свои долги. Это важно. Но и при этом нужно быть психологически готовым и сдержанным, и, так скажем, натренированным. В жизни всякое бывает. Как бы у людей, многие звонили, свои проблемы рассказывали. Вот. Ну, я зарабатывал, два через два работал, зарабатывал по 25 тысяч, 50 тысяч рублей в месяц. Это было в Москве, это среднее, даже мало. Три месяца отработал, накопил денег, и их, смотря на Аяза, думаем, он же кофе открыл тогда. Да, я подумал, почему бы мы не сделаем там мобильный кофе, да? Возьмем там москвич, буханку, туда поставим аппаратуру и будем ездить, где каток, там в Уфе, будем торговать кофе там. Почему там себе стоимость большая, все остальное, в Ашане будем брать багеты, там делать сэндвичи, и все остальное. То есть была идея хорошая. Мы с другом решили вложиться. Я приехал, взял машину, получается, тестья, у Зулихи отца, вот, и друг мне говорит, слушай, у меня мама против и не получается, а у меня деньги закончились уже тоже, я вот там на кофе машину все потратил, и я такой думаю, остается один вариант, то есть отказаться от идеи. Это очень тяжело, отказаться от идеи, когда ты там два месяца что-то делаешь, копишь, вкладываешь. Потом, когда я ехал обратно отдавать машину, попал в аварию, вот, там еле как выжил, в общем, и... Скажи, что за была авария, если это не секрет? Около Зилаира, Зилаирский район. Я сказал, что что-то выскочило на дорогу, но это было 4 утра, я думаю, я просто уснул, наверное. После этой аварии что-то произошло в твоем состоянии? Да, я понял, переоценка ценностей вообще. Да, я понял, что жизнь, это здоровье, это самое важное, что есть в жизни, потому что, когда я вышел, оттуда была, ну, ночь, темно, там, это было еще в ноябре, холодно, я выхожу, у меня там нога застряла, ботинки застряли, вытащил ногу, или как, три перелома было на ноге, я выхожу, и ни одной машины, полчаса, телефона нет, телефон куда-то улетел, и был такой страх, то есть, я вначале боялся, потом уже забил, думал, вот кто-нибудь сожрет меня сейчас там в лицу, просто, знаешь, я такой думаю, блин, как я люблю жизнь, как я люблю жить, вот, в этот момент я понял, что нужно себя беречь, даже в четыре утра не надо ездить ночью, я сейчас вот стараюсь отказываться от ночных поездок каких-то, вот, тогда я приехал, нос у меня сломанный, этот, весь в синяках, нога сломанная, и тогда я приехал в Москву в декабре, у меня есть даже фотография, думаю, тут можно будет ставить его, вот, и тогда он говорил о том, что он создает сообщество и все остальное, и мы тогда познакомились. То есть ты стоял у истоков, когда все-все только начиналось? Да, да, только что начиналось, да, и потом, под Новый год, я работал там курьером, вот, сначала программу Достайвиста, у меня нога сломана, я днем ходил, то есть по программе собираешь эти заказы автоматические, и приложение, через приложение работал, и ночью приходил, гипс одевал, обратно, Зуля заматывала, и я ложился спать, с утра стою, гипс снимаю, и иду дальше, вот, и таким образом, на 2050 заработал я перед Новым годом, это было прям вау, потому что у меня вообще денег не было у нас, так как мы жили уже тогда вместе, нужно было за квартиру платить, ну, и обеспечивать это все. Тогда у нас с Аязом пошел на первую долину, это сразу первая программа была, он только собрал там человек 25-30, и туда я пошел уже с проектом «Мешки и цветы», это под 14 сентября и 8 марта. Объясни, пожалуйста, для наших зрителей, что такое долина, что за этот проект, и что он тебе дал, какие результаты вы достигли? Так как я вырос в такой семье, где там родители занимались предпринимательством, ну, таким деревенским, там все равно покупают, перепродают, и я думал, что я в бизнесе все знаю, а когда я пришел к Аязу, он там начал схему рисовать, там, что там, с CPS, там, стоимость клиента, и все остальное, я такой думаю, вау, я оказывается ничего не знаю, как нужно делать, и тогда я познакомился с темой дропшиппинга, то есть нужно сначала продавать, потом уже искать товар, то есть не нужно склад там себе хранить, там, 50 квадратов и товара дофига, вот, и получилось так, что там долина давала, то есть нужно заработать первые свои деньги, то есть есть гипотеза, у всех есть идеи, вот, люди бегают со своими идеями, там, была задача, типа, 10 идей нужно протестировать, из 10 идей, там, 2 идеи дадут реальный, это там, так скажем, фидбэк, деньги дадут, нужно тестировать, зачастую у нас большая ошибка, когда мы за одну идею держимся, она дохлая, то есть не получается, а тут нужно было протестировать, из всех 10 идей взлетели вот мишки и цветы, цветы, получается, я продавал ВКонтакте, за 9900 рублей, это 101 роза, деньги мне поступали, 5000 предоплата, там, 50%, и я бежал на рыжеский рынок, приходил и говорю, давайте мне 101 роза, интернет-магазин, да, до 3500 рублей покупал эти розы, мне делали букет, все, я там бежал обратно, через метро отдавал доставку, делал, остальные деньги мне падали, то есть таким образом я зарабатывал. Получилось заработать? Да, да, ну, 70-80, удачный стартап. Чистыми, да, да, ну, это, понимаешь, если я целый день не работаю, денег нет, если я работаю, бегаю, деньги есть, вот. А не было такого, что вот лень, ну, ладно, сегодня не поработаю, сегодня я пожалею себя, понежусь постельки? Нет, не было такого, потому что я понимал, что если я буду лежать спать, то, как бы, денег не будет. Тогда еще важно было окружение, я пришел туда, и люди с бизнесами пришли, то есть у кого-то там отель, сеть отелей, у кого-то автошкола, тот там автозаправку держит, и все-таки, тогда была тема инстаграма, все говорят, типа, вот, продвижение в инстаграме, продвижение в инстаграме, а я зашел, знаешь, как, пришел к Аязу, говорю, Аяз, я вот продвигаю свои, свои мишки в инстаграме и цветы, я продаю, давай мы тебя будем продвигать в инстаграме, тогда у него было 9 тысяч подписчиков, он говорит, давай, и как бы до 35 тысяч я его довел, и я его раскручивал в течение двух месяцев, инстаграм раскручивал, и получилось так, что в конце, когда он мне диплом давал, говорит, вот, ребята, вот мой инстаграм, Динар занимается еще продвижением инстаграма, все к нему, если, ну, от нас, если скажете от меня, то 7 дней бесплатно, я там сразу 30 заявок собрал, и дальше Аяз, у Аяза спрашивали, тогда в инстаграм-пространстве особо блогеров не было, то есть у Аяза аудитор растет, все спрашивают, кто тебя там раскручивать, и все остальное, и Аяз говорил, вот, типа, вот Динар, и вот таким образом я вот начал зарабатывать 150 тысяч рублей чистыми. Представляете, да, Динар раскручивал самого Аяза Шубуддинова, это что-то, конечно. Так, Динар, расскажи про свое окружение, какое оно, и важно ли, чтобы окружение было здоровым, много ли среди твоих знакомых, среди твоего окружения, ноющих людей, и как ты с ними борешься, потому что очень много людей, которые любят ныть по жизни. Смотри, насчет окружения, как только я начал понимать, что то, что ноют, то, что о проблемах говорят, и рассказывают свои проблемы, перекидывают, но я уже перестал с этими людьми общаться. Не то, что я перестал, они сами в какой-то момент отвалились, просто мне стало неинтересно. Бывает такое, что типа, ой, друг, подруга, давай я послушаю твои проблемы, расскажи, и все остальное, я просто не разговариваю про это. То есть, люди сами начали подходить ко мне уже с формированными вопросами, уже нет такого, что в моем окружении кто-то ноет. Но я и сам сейчас перестал много общаться, то есть, мне не нравится там, многие идут после работы, после школы, после университета, идут куда-то, пьют там, ходят по клубу и все остальное, либо общаются ни о чем. То есть, ты поговорил с человеком, после такой, выходишь, думаешь, разговаривали два часа, да, ни о чем. Вот, поэтому, я просто читаю книги в этот момент, и мне вот книги, это самые лучшие друзья, так скажем. насчет книг мы еще обязательно остановимся, Динар приготовил топ-5, топ-10 своих любимых книг, это мы об этом обязательно поговорим попозже. Хотела сказать, насколько вообще семья влияет на ребенка? ты рос, скажем так, в семье предпринимателей, но все-таки твоя семья в какой-то момент тебя тормозила, боялась тебя отпустить, и ты понял, что то, что ты получил у Аязы, знания о предпринимательстве отличаются от того, что ты знал до этого. Хорошо, я расскажу немножко предысторию. Пока я у Аязы еще работал, я работал у Олега Торбусова, помощником, а он относился к БМ. Когда он МЗС проводили, люди платили там миллион за сто, то есть, миллион рублей, или там сто тысяч рублей, и Олег там выступал, я бесплатно, у меня был доступ к этому. То есть, я не только ученик Аязы, так скажем, ИБМа, вот, поэтому это тоже важно, ставку надо будет сделать. И насчет семьи могу сказать, то есть, я в какой-то момент думал, что вот я не люблю там родителей, я не люблю никого, потому что, это у всех бывает подростковый, юнический период. И почему? Потому что у моих родителей бизнес, он был такой тяжелый, они с утра уезжали, возили этот товар, привозили, раньше не было экспедиции, товар не привозили поставщики, мы сами ездили. И таким образом получалось так, что родители мне говорили, не занимайся, не надо заниматься бизнесом, это тяжело, мы бы устроились бы на работу, и все. Так как моя мама раньше работала в универмаге, продаваться он, универмаг закрылся. И в этот момент папа еще работал 10 лет даже больше в колхозе водителем, и этот колхоз тоже закрылись, им нечего было делать, и поэтому они ушли в предпринимательство, просто не знали, чем заниматься дальше. Вот ты с детства торговал, занимался их бизнесом? Я, да, да, с пятого класса я приходил со школы и торговал. Знаешь почему? Потому что в деревнях не было продавцов. Либо обманывали, там минус 30 тысяч, делаешь ревизию, либо пили. Приходишь, продаешь пиано. Я это торговал, и там все еще есть байки ходят, типа вот заходили в магазин, а тут я стою, типа где директор спрашивает, там какой-то один поставщик, типа я директор, говорю, что надо. Вот такие вот монеты. Я помню, когда там сигареты стоили по 3 рубля, там Prima была по 2 рубля. Вот, тогда я уже помню, открывал LM, там 20 рублей пачка, я по одной штуке продавал сигареты по 2 рубля, то есть зарабатывал уже 40 рублей с одной пачки. Вот, и я привлекал еще взрослых людей с пакетами. Везде пакеты стоили по 1 рублю, пакеты раньше были такие прям хорошие, по 1 рублю продавали, а я бесплатно раздавал. То есть... То есть уже у тебя был такой маркетинг? Да, да, я уже тогда, ну, как бы, не понимал, почему родители там за рубль продают, можно же бесплатно и больше людей будет. Я все эти ошибки учитываю, потому что в какой-то момент у нас все закрылось и получилось так, что был кризисный момент, то есть в семье тоже. Сейчас я благодарен тому опыту, что они заставляли работать. А вот про семью скажу еще, ну вот у меня супруга Зулейха, она была со мной с самого начала. То есть у нас хорошие отношения именно из-за того, что мы это все достигали вместе. Она всегда была за. То есть если родители тебе говорят, не надо этого делать, то есть она говорила всегда, давай, давай, давай. Мы часто ошибаемся, когда мы советуемся с родителями. Вот это важно. То есть нужно советоваться с людьми, у которых уже есть опыт. Мы часто спрашиваем у родителей, а родители нас любят, они не хотят, чтобы мы страдали, что-то делали. Они говорят, не надо делать. И мы зачастую ошибаемся, и время уходит. Иногда не нужно слушать родителей, я вот так считаю. Скажи, пожалуйста, сегодня сейчас в республике легко ли стать предпринимателем? Все плюсы и минусы предпринимательства. Давай развеем какие-то мифы, если кто-то думает, что это легко, подумал щелчку, ставить предпринимателем, открыть свой бизнес. Как это на самом деле? Плюсы в том плане, что мало конкуренции. Я считаю, что все говорят, типа, все ниши заняты. Я не вижу, я выезжаю из Уфы, я вижу, где можно какой бизнес открывать. У меня много идей. Я понимаю, что я финансово не вытяну, и еще нужно команду строить. Чтобы каким-то новым бизнесом заниматься, нужны люди, нужны средства. Но из себя клонировать невозможно, везде все успеют. Да, конечно, конечно. Но я вижу, что потенциал в деревнях большой, потому что я открывал констовары, продал этот бизнес. Мы сейчас ювелирный маркет открыли, и оптики открываем. И я вижу, что поколение меняется. То есть каждые 7 лет новое поколение приходит, и поколение тех предпринимателей, у которых уже есть дома, квартиры, какие-то магазины, они не считают прибыль. Может быть, они даже в минус работают, и они не знают технику вообще. И у них мышление такое. За рекламу отдать 10 тысяч рублей – это трата денег. Они даже не рекламируются. Плюсы того, что ты сам предприниматель, хозяин всего. Плюсы в том плане – ты свободен. Когда начинают приходить деньги, прибыль, ты свободен. То есть ты можешь делать всё, что ты хочешь. В этом плюсы. И большая ответственность. Я не знаю, это даже плюс, даже минус. Это, наверное, минус. Это даже минус, мне кажется. Потому что, учитывая, что у меня там аудитория большая, я думаю, что я говорю, я думаю, что я показываю. Это очень важно. И нужно соответствовать именно тому уровню, который ты уже задаёшь. Минусы, могу сказать, такие, что нет информации. Так скажем, нет обучающих моментов в университете. Вот как стать врачом, мы знаем. Как стать предпринимателем. Перед нами не было того поколения, которые вот так пошагово достигали чего-то. Я думаю, вот это большая проблема. Минусы именно в бизнесе, могу сказать. Вот у нас город Училы. Мы сейчас столкнулись с проблемой, что у нас бабушки жалуются на то, что наши клиенты растоптали газон. Сейчас я вот поеду в пятницу, буду сажать, растилать газон, сажать деревья. Такие проблемы бывают часто. То есть кому-то что-то не понравилось. Они мне пишут в социальных сетях, я разруливаю вот эти моменты. То есть ты полностью берёшь за все свои действия, за весь свой бизнес ответственность на себя. Но и не забываем, что в конце месяца, перед тем, как получить зарплату, ты распределяешь зарплату всем своим работникам, потому что у них есть семьи, их дети должны кушать, и, возможно, что-нибудь останется тебе. Это тоже возможно. Кроме зарплаты, есть аренды, есть поставщики, товарообороты и всё остальное. Это очень много. То есть тебе нужно быть, так скажем, режиссёром. То есть ты должен знать, как должна снимать камера, откуда должен идти свет, как должен себя вести актёр, и всё остальное. Сценаристы, всё. Вот ты должен поверхностно всё знать. Может быть, даже не поверхностно, а вот именно внутри. То есть мне пришлось изучить бухгалтерию. И когда есть деньги, тебе легче вот нанять бухгалтера и вместе с ним повозиться, узнать все вопросы, нежели там три года учиться. Тратят те же такие самые деньги и время. Но ещё хочется сказать, что минус, наверное, бизнеса, это то, что ты, если на обычной стандартной работе, наёмной, думаешь о работе с девяти до шести, то когда ты работаешь на себя, ты думаешь 24 часа в сутки. Да, у меня все мысли такие же. То есть я засыпаюсь с этими мыслями, просыпаюсь с этими мыслями. Каждое открытие оптики либо какого-либо бизнеса, это минус 1-3 минуты моего сна, потому что... Это ещё стресс. Да, это большой стресс. Потому что оптики находятся в 400 километрах, если какое-нибудь ЧП, мне приходится ехать туда. Вот, это тоже то, что привязано, это тоже проблема такая. Поговорим о твоих конкурентах. Да. Немало людей, скажем так, которые недолюбливают Динара Шагиева. Почему? Почему конкуренты иногда, скажем так, подлят? Потому что... Переходят дорогу. Потому что у многих такое мышление, типа, бизнесом должны заниматься какие-то избранные. Типа, вот мы занимаемся 20 лет, Динар, куда ты лезешь? Я оптиком, я занимаюсь 2 года, да. Но у меня, я могу сказать, что у меня хорошо получается именно в социальных сетях, в медиапространстве. Я просто в какой-то момент понял, что своя медиазона, она намного дешевле обходится, чем пользоваться другими медиасферами. То есть там радио, газеты и все остальное. Чем кому-то платить, я буду вкладываться в свое. Конкуренты не любят вот это, не любят именно тех, что я порождаю новых предпринимателей. Не любят дерзкого Динара Шагиева. Да. И они говорят, зачем ты рассказываешь внутрянку? То, что в Китай съездил, то, что показал, то, что фейерверками. Нас не любят за то, что мы гибкие. То есть молодежь, она, если занимается предпринимательством, они очень гибкие, быстрые, умнее их. Это просто бояться, то есть отдавать свои позиции. Короткие такие вопросы Динара, на которые нужно быстро-быстро ответить в течение буквально трех-пяти секунд. Итак, ты готов? Да. Чтобы быть богатым, нужно? Иметь мозги. Хорошо. Я не люблю? Не люблю, когда хамят. Не люблю, когда у человека плохое настроение. А я люблю очень сильно? Ездить на автомобиле, за рулем. Хорошо. Семья нужна, чтобы? Чтобы быть счастливым. Чтобы делить, так скажем, счастье и грустный момент. Три причины, из-за чего ты можешь уволить сотрудников? Дисциплина, мышление, когда начинают думать, что я зарабатываю из-за того, что они работают. И, так скажем, пассажиров. Когда люди приходят, просто попробовать, посмотреть. Когда нет плана, что они могут вырасти. Мои три плохие привычки. Есть ли у тебя? Мои плохие привычки? Три привычки. Копать тяжело, конечно. Все мы думаем, что мы идеальны. Давай, вытаскиваем динары. Я могу забить навстречу. Бывает такое, что я задаю себе вопрос, а мне это надо или нет? То есть я могу, человеку просто могу не ответить именно в Инстаграме либо в социальных сетях. Многие обижаются, кстати. Слава богу, мне всегда отвечают. Да, я стараюсь быть общителем. То есть мне это не хватает. Бывают и семейные ссоры, из-за этого динары все время в Инстаграме. Но я стараюсь общаться, бывает кого-то там динамо. И привычки. Я люблю спать. Это не то, что люблю спать. Я могу там 4-3 дня, по 4 часа спать. И у меня я бываю такой, что целый день сплю. Но это важно, потому что мы работаем все-таки мозгами. Хорошо. Я уважаю себя за? За то, что не сдаюсь. Потому что очень было много моментов, где я мог просто слиться либо начать что-то другое. Уважаю за то, что я верю в то, что я делаю. И за то, что я люблю то, что я делаю. Потому что без любви и веры именно в идею и в себя вот этого всего не было бы. И последний вопрос. Для чего ты родился? Вот это вот очень тяжелый вопрос. Я думаю, родился для того, чтобы оставить что-то после себя. Не наследство, а наследие. И как вот Максим Батрев сказал в книге 45 «Татуировок личности», он говорит, я точно оставлю вмятину в этой вселенной. Супер. Оставлю следы на песке времени, да? Отлично. Ну, на этом мы завершаем. И я хочу следующий вопрос тебе задать. Чем ты можешь сегодня по-настоящему гордиться и можешь сказать тебе, да, я молодец? Тем, что мои родители гордятся мной. Потому что... Это важно для тебя? Это важно. Потому что у родителей не было высшего образования. Они дали высшее образование брату, сестре и хотели дать мне, но я им сказал, я без высшего образования все будет окей, круто. Давай сейчас мы остановимся на саморазвитии. Сегодня слава богу, молодежь уже более осознанной становится. Она начинает задавать какие-то вопросы о жизни, находится в поисках, но не все опять-таки. Кто-то до сих пор, особенно в районах, пьют. Нужно ли саморазвитие? И с чего начинать свое саморазвитие? Ну, я думаю, внутри человек должен разобраться, что ему вообще важно, чем он должен заниматься в этой жизни. Это также дисциплина. Когда родители с детства говорят, ты посиди, а сам приготовлю покушать, мусор, иди в мусор выкини. А человек не делает. То есть нет у человека таких привычек хороших делать самому что-то. А потом он вырастает, и он ничего не умеет делать, у него нет привычки что-то делать, ставить какие-то задачи перед самим собой. Мы же не просто так бегаем, что-то делаем, потому что мы себе это сказали. То есть нужно уметь организовывать. В деревнях пьют, потому что нету дела. И вот я приезжаю в деревню, я вижу, что высшие водители колхоза собираются, пьют, потому что у них было как? Вот у них была профессия. Раньше быть водителем это была профессия. Они думали, что будут всю жизнь этим заниматься. все схлопнулось, времена поменялись, они остались, а теперь каждый второй человек водитель, и их профессия не ценится. Нужно было просто со временем перестроиться и идти вперед. То есть менять каждые 7 лет. У них все-таки менталитет другой, поколение другое. Да, поколение другое. Скажи, пожалуйста, какой менталитет вообще у нас в республике? Есть ли у нас какие-то как сказать, ограничения, которые отличаются от менталитета вообще в России, в Москве? Чем мы отличаемся? Мы очень скромные. Какие у нас зажимы? Мы очень скромные. Вот мне тоже пишут, типа, Динар, ты же башкир. Ты что, типа, показываешься, хвастаешься? Я говорю, ребята, я это все в Инстаграме, Вконтакте пишу, в социальных сетях не для того, чтобы хвастаться. Я показываю, как можно делать, как можно расти. Это же не только мои там успехи, это команда целая работает. И можно вот так вот делать. Мы башкиры, мы не подавленные, мы не стеснительные, мы вот такие. Вот эта современная, современная молодежь, современные башкиры, они такие должны быть. А нас как учат? Сиди ровно. Да, да. Пусть другой ответит, пусть там он разберется и все остальное. Я считаю, что вот современная молодежь, современная башкирия, она должна быть такая. На кого сейчас вообще нужно равняться и на кого равняешься ты, твои, ну не кумиры, но люди, которым ты вдохновляешься, на которых ты хочешь быть похожим. Ну, к сожалению, в России нет таких людей, на кого я бы равнялся. мы берем мировой масштаб. Я очень уважаю Илона Маска, то, что он делает. И также недавно умер Жак Фреско. Я его читаю, смотрю, также Стивен Холпин. И я то есть немножко в свободное время уделяю космосу. Мне интересно, мне бы хотелось бы жить 150 лет и оказаться на Марсе, либо такие вот вещи, чтобы мои какие-то тоже мечты там превратились. И я был, я понимаю, что в России очень много людей умных, ну, отток мозгов происходит. то есть недооценены врачи, учителя, ученые. Просто нужно туда идти. Почему ты вернулся в республику, не остался в Москве? Потому что сейчас вот ты можешь сам наблюдать, как очень много звезд нашей эстрады и вообще людей, предприниматели уезжают там в ту же Казань, в ту же Москву, Питер. Почему ты вернулся? Потому что в Москве нет души. Там, ну, это город, где муравьи, где работают. И я сказал, что я в Москву вернусь только с большими деньгами. Там, когда приезжаешь, ты начинаешь жить, и ты не видишь всю эту красоту, которая вокруг тебя. А в Уфе есть душа, и в Уфе близкие тебе люди. Потому что, ну, все равно башкиры отличаются, гостеприимные, очень много знакомых. Легко можно общаться, познакомиться и какое-то вот окружение создать. Но многие все-таки говорят, что Уфа это болото, затягивает, здесь нету движух, здесь все мебные, в отличие от Москвы. Ну, значит, вокруг них такие люди находятся. И я вижу, что очень непочатый край тут работы. Можно все менять, можно все, даже можно и не менять, можно научиться. Вот, если брать бизнесы, не хватает сервиса в регионах. Нужно вот это моделировать, и какая разница, где ты живешь. В Москве живешь, тут живешь, в деревне. Я могу и в деревне жить и быть счастливым человеком, и могу ездить и контролировать. Я раньше жил в Майн-Тогорске, я оттуда и контролировал. Сейчас я живу в Уфе, но у меня остальные оптики находятся по региону, но я их контролирую, живя здесь. То есть, нужно научиться быть счастливым здесь и сейчас, а не там когда-то. Типа, сейчас куплю тачку, буду счастлив. Какие привычки должны быть у успешного человека или у человека, который хочет быть успешным и счастливым? Ну, я, вот то, что ты говоришь, успешный человек, я не считаю себя успешным. Я считаю, что каждый должен так же делать. То есть, должен развиваться, быть на таком уровне. Возраст – это лишь цифра. Не важно, 24, 25, либо 30 лет. Вот нужно развиваться, то есть, не ждать этого момента. Насчет привычек, я вот вижу молодежь, они ищут, но не делают. То есть, они ждут моменты, когда будет все окей. Также синдром отличника, как я говорил, ждут хорошие, идеальные моменты, а нужно просто делать. Получается, не получается. моя привычка такая, что я не жду сразу результата. Вот именно бизнес, именно с оптиками, это долгий бизнес. Я готов целый год отдавать энергию, не получая обратный взамен. Есть у нас проекты, там фейерверки, цветы, но это сезонные, ты сразу получаешь. Многие привыкают к такому, потом начинают работать два-три месяца. Они не подрассчитали, у них денег нет и нет обратки. Вот это убивает. И привычка должна быть отдаваться полностью, работать. Ну и быть четким, как бы нести полную ответственность, свои слова двигаться. Ну вот смотри, с детства нас учили, что богатство это плохо. Все те, кто богат, они боры, они боруют постоянно. Лучше синиться в руках, чем журавль в небе. и все такое. Как разрушить эти стереотипы? И разрушаются ли они сегодня? Я, может быть, буду тем, кто будет разрушать вот эти стереотипы, но это из семьи выходит. Понимаешь, я не хочу воспитывать каждого человека. Это задача каждого родителя, каждого отца, воспитать своего ребенка. Вот эти моменты богатства, чем они плохие. То есть деньги, они помогают жить. И вытекающий вопрос. Что ты будешь советовать своим детям, как ты их будешь воспитывать? Я их буду таскать с собой, заставлять работать. Как и тебя в детстве. Да, я уже думаю. Так, короче, будет ему 6 лет, он будет все счета оплачивать, там, ЖКХ, и все остальное высчитывать. Я шаги не можно, пожалуйста, кританцам тронить. Да, да. Потому что я смотрю на современную молодежь, ну, вот дети, чем заняты. Многие язык свой не знают, многие в Ютубе, и все остальное. То есть, если так смотреть, для нас это вот пришло недавно. То есть, в 18 лет пришло там, то, что мы в телефоне начали, вот сенсорными телефонами пользоваться. А они уже с детства с этими. Я вот такой думаю, а прикинь, для них же это будет нормально. Будет ребенок родился, и ты ему сразу там физику объясняешь, математику, не такую там прикладную математику, не простую математику, а вот эти вот сложные моменты вкладываешь, а для него это будет нормально. То есть, как бы, я вот думаю, я буду очень сильно вкладываться именно в развитие, чтобы ребенок сделал такой огромный шаг для всего мира. Скажи, пожалуйста, составляешь ли ты планы на неделю, месяц, год? Визуализируешь ли ты свои цели вообще? Конечно, у меня в этом году 50 оптик открыть. Как их открывать? Сейчас есть 7 оптик на стадии, 3 оптики на открытие. На стадии открытия. И я понимаю, что нужно что-то менять, стратегию, нужно что-то делать. Планы есть, они разбиты по месяцам. Бывает, я не успеваю, бывает, я там перегоняю где-то. А так, да, расписано завтрашний, послезавтрашний день у меня расписано. Ну вот, возвращаясь к теме семьи, один только вопрос. Вообще, за каждым успешным мужчиной стоит успешная и сильная женщина. Чуть-чуть затронем личное. И что было бы, если бы ее не было рядом? Она меня всегда поддерживала. Если бы ее не было бы в моей жизни, я не знаю, что было бы. Я даже не хочу представлять это. Потому что... Перед нами динар шаги. Да, да. Очень тяжело, когда ты с проблемами остаешься один. А когда с кем-то нужно делить, то есть, я смотрю на жену и вижу, что я не имею права не справиться. То есть, нету вариантов, типа, получится, не получится. Должно получиться, и все. То есть, ты даже не допускаешь мысли, что у тебя будет провал. И ты с женой разбираешь, как нужно это делать. Это важная часть, когда вы с супругами обсуждаете, объясняете, какие-то моменты находите. Это очень важно. Если друг с другом люди не общаются, получается большая пропасть. Потом вроде вы вместе живете, но не о чем общаться. Да. Вот что делать, если, например, из партнеров кто-то растет постоянно, вот вытекающий вопрос, а кто-то не развивается. И часто бывает такое в семьях, что происходит такая пропасть, они не понимают и семья рушится. Нужно честно поговорить. Сбалансировать все? Да, конечно. Уйти, разойтись, развестись, это всегда легко. Это уже последняя стадия. Нужно научиться работать с психологией человека, настраивать его. Это тоже целая наука, психология, как можно взаимодействовать. И еще большая проблема, нас в школе не учат. Как разглаживать конфликты, как выходить из этих ситуаций, как нужно любить жену, детей и все остальное. Мы учимся что-то по обществу, знанию, что-то такие вещи, как общаться. А вообще, как общаться с людьми, с близкими взаимодействовать, об этом не говорят. И мы вот выходим такие, вроде как у нас есть высшее образование, все остальное, но мы не умеем общаться. и так же как бы я смотрю по городу, сейчас немножко от темы отойду, чем хорош тот человек, который с образованием кидает мусор, а без образования человек подбирает этот мусор. То есть, как бы парадокс немножко. Это тоже важно. Итак, давайте поговорим о книгах. Что ты прочитал в последнее время? «Поток». Я его прочитал и слушал. Я его слушаю именно в самолете, куда-то еду. За рулем особо не получается, потому что мне спать охота не надо. Ты любишь слушать или читать? Когда я в самолете либо в такси слушаю, а дома читаю. То есть, ты и так, и так воспринимаешь? Да, да. Сейчас я читаю «45 татуировок личности» Максима Батарева. Это следующая книга, как я купила. Давай, может, разыграем, подарим, у меня есть с собой один. А так, я книги не читал вообще в школе. Единственное, из русской литературы это «Собачье сердце» я прочитал, и всё. Как привить любовь к книгу? Как ты начал читать? Просто я поменял общение с друзьями, вот перестроился на чтение книг, и всё. Когда мне бывает плохо, когда мыслей нет, я читаю книги. Мне легче становится. Здорово. Давай, топ-5 книг от Динары Шагива. Что необходимо в первую очередь прочитать? Цель прочитать, это «Голдрад». Цель 2, вот, потом «Чёрный лебедь». Ну, это будет тяжело, но до «Чёрного лебедя» можно и поток послушать, либо прочитать. Потом «Стратегия голубого океана», то есть, как найти нишу, которая, люди вообще не думают об этом, а ты нашёл прям эту нишу. И по бизнесу самая первая книга была от Роберта Киасаки. Вот, и все начинали с этих книг. Все, все. «Богатый папа», «Бедный папа». Отлично. Как ты думаешь, почему ты вызвал резонанс среди молодёжи республики, да, почему кто-то тебя любит, кто-то ненавидит, кто-то постоянно следит за твоей жизнью, например, мой муж, ты вдохновляешь его. Ты вдохновляешь его. Почему ты вызвал такой интерес? Может, ты просто, ну, кто-то считает, что ты хвалишься своей жизнью, но на самом деле как? Это получилось случайно. Я иногда вообще не представляю, блин, как мы дошли до этого момента, как это всё работает. Да, да, но я чётко понимаю, что мне это всегда нравилось, я всегда это люблю и всегда я об этом мечтал, хотел, потому что иметь своё медиапространство, это круто. Любой вопрос решается вот так вот. Ты там выкладываешь и людям интересно в том плане, я хочу, я не курю, я не пью, я хочу рассказывать именно не то, что я вот такой играю, да, на этом, в интернете. Нет, я реально такой и мне хочется больше полезности нести, направлять что-то. Вот, и то, что вызвало, это, наверное, айфоны, все любят айфоны, мы дарили айфоны, это круто, и также мы в оптиках у себя в бизнесе дарим, просто нужно отдавать людям. Вот, следующий вопрос, ты любишь отдавать или любишь принимать постоянно, получать от жизни? Чем больше отдают, тем больше приходят, и это, так скажем, работает. Вот у нас часто бывает такое, что, типа, многие говорят, начал бы бизнес, денег нет. Они говорят, денег нет, денег нет тоже, да, ты что-то сделал хотя бы, чтобы у тебя вот деньги появились? Ты рассказал идею кому-то, там, десятирую людям, да, ко мне пришел, либо кому-то пришел, рассказал или нет, чтобы тебя поддержали? Вот, в этом плане, что нужно, медийность помогает. Вот мы сейчас привлекаем деньги тоже через медийность. Это работает. Ну, и уже мы близимся к своему завершению. Очень много хочется, конечно, тебе задать вопросов, но у нас не так уже много времени остается. Скажи, пожалуйста, кем ты видишь себя через, давай возьмем, 20 лет? Ой, так много, да. Через 10 лет? Через 5 лет я точно продам оптику, это будет 350 оптик, ну, сетка, я это полностью продам, я хочу заниматься именно автомобилями. Я фанатею от автомобилей, мне хотелось бы, у меня нет возможности покупать там крутые, там тачки большие, там офигенные, но у меня есть возможность покупать какие-то, но я хотел бы сделать, перевести все на экологичный бизнес и на экологичные автомобили. А через 20 лет? Через 20 лет, наверное, на Марс полечу. Да мы не сомневаемся в этом. Хорошо, давай еще возьмем 50 лет, это тебе будет сколько? 70? 4, 74, ну, я вижу себя таким бодрым человеком, не скажу старичком, потому что люди в 25 могут быть стариками внутри. Буду заниматься спортом, бегать, по горам лазить, может быть, на Аверест поднимусь. Вот сейчас у тебя есть возможность обратиться к тем людям, которые потеряли веру в себя, потерялись в жизни, кажется, они находятся на дне своей жизни. Что бы ты им сейчас посоветовал сделать в эту секунду, я бы посоветовал расписать 10 идей либо 10 моментов, которые будут работать по их мнению. То есть, если какой-то тяжелый случай, писать надо, потому что пока ты из своей головы не вытащишь, не напишешь, не распишешь, проблема так и будет казаться глобальной, большой. Любая проблема, она решается, и не нужно его на самотек пускать. Вот так снежок мы закатываем, она больше становится. То же самое, проблема, она может стать больше. Поэтому нужно уметь решать, брать ответственность и решать проблему. А если именно по бизнесу, то нужно идти развиваться, просто расписать точки развития. И я тут ничего такого тяжелого не вижу. Просто нужно работать и не сдаваться и как бы заставлять себя работать. У нас депрессия происходит, когда мы ждем результата прям быстрого. Вот и все. И потом разочаровывается. И последний вопрос. Откуда черпать мотивацию? Почему ты всегда такой жизнерадостный, жизнелюбивый и энергичный? Просто надо любить то, что у тебя есть. Вот я... Вот нужно задать вопрос еще. То, что у тебя вот негатив идет, оно тебя заряжает или нет? Есть люди, которые через негатив получают мотивацию. Окей. А есть те люди, которые вот... Мне так хорошо. Когда у меня хорошие, веселые мысли, я такой же. То есть это нужно понимать. Если у вас плохие мысли в голове, у вас и тип лица будет такой злой, ближе к там 50 лет. Знаете, да? Такой момент. Или ты не знаешь. Короче, есть такая наука, если мышцы, они целую... Ну, всю жизнь работают именно так. Если ты много улыбаешься, ты будешь стариком таким улыбающимся. А если ты все время злой, злые мысли... Да, злые мысли, у тебя морщины будут такие злые. То есть даже если вроде ты веселый, но ты злой. Вот. Ну, я думаю, что просто нужно работать. Как бы ставить цели и... На этот вопрос не отвечишь. как бы просто так мотивация откуда. Ну, кому-то хватает 20 тысяч рублей. Понимаешь? Понимаешь? Потому что они там вот так вот так расписали жизнь и они на это согласны. Я не всегда согласен был тем, что у меня происходит. И я сейчас не согласен то, что у меня происходит. Потому что у меня цели такие, а у меня уровень такой. Хочется подняться туда. Если у человека есть какие-то потребности, он этого сделает. Вот. Не будем сейчас говорить, ты вот голодный, да, хочешь идти покушать, ты пойдешь покушаешь. Тебе нужны деньги. Так, иди заработай. Почему ты какие-то барьеры ставишь? Спасибо тебе дальнейших успехов. Я буду рада, что в будущем я могу сказать, а я знаю Динара Шагива, когда-то я у нее брала интервью. Я верю в тебя, в вашу семью, все у вас будет хорошо. Когда-нибудь ты станешь мультимиллионером. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо тебе. В общем, вот мы с Лилей дарим вот эту книгу. Кому подарим? Кто? Давай напишет какой-нибудь интересный комментарий, что вам понравилось, что вам не понравилось. И вообще свои мысли после просмотра, что вам было интересно или нет, какие-то моменты добавить, да, может быть, какие-то блиц-опросы там добавить, подкорректировать. И будут крутые идеи, подарим вот эту книгу. В общем, для тех, кто вот сейчас сидит, думает, что делать и все остальное, типа, у меня не получается, просто выкиньте вот эти все свои мысли, начинайте делать. Просто будьте дерзкими, вот он мир перед вами, нужно брать свое в этой жизни. Понимаете, вы же мужчины. Если вы, женщина, если смотрит, скажите своему мужчине, пусть возьмет и сделает это. Нету никаких ограничений, нужно просто, как бы, больше действий, нужно работать, не жалеть себя и отдаваться этому полностью. не жалеться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!